Газовый котел в новой квартире оказался с дефектом. С этой проблемой в редакцию нашего телеканала обратилась жительница поселка Красное. Жилье женщина получила в конце прошлого года по договору социального найма и уже два месяца вынуждена бороться за тепло в квартире. Александра Литкова расскажет подробнее. Радость от получения новой квартиры, которую Евдокия Бобрикова ждала не один десяток лет, была недолгой. Все испортил газовый котел. Такой звук котел издает каждые полчаса. Женщина признается, пищание делает нахождение в квартире некомфортным. А на мониторе при попытке добавить или убавить температуру выскакивает ошибка. Когда нам ключи давали, мы пришли дом смотреть. Уже тогда котел выдавал ошибку Е2 и пищал. Уже вот тогда пищал. Однако, согласно акту приемки квартиры муниципальной комиссии, в период передачи ключей нанимателю котел был полностью исправен. Но, по словам женщины, проблемы с отоплением были уже тогда. Я к газовикам ходила. Мне сказали, надо купить запчасть. Я их приглашала. Они тут смотрели. Они сказали, не надо купить запчасть на котел. Я через сельский совет, они связывались с Поповым. Попов нам обещал поменять эту запчасть. Но никаких этих не было от него действий. Я съездила, купила эту запчасть. Мне ее поменяли. Но, мне кажется, поменяли и стало еще хуже работать. В телефонном разговоре с нами директор компании застройщика Василий Попов признал, неисправность действительно есть. А вот деньги, которые хозяйка жилья потратила на ремонт котла, возвращены не будут. Впрочем, директор компании заверил, что необходимая запчасть в газовом котле в квартире Евдокии Бобриковой будет заменена в рамках гарантийных обязательств. Вчера мы с этой проблемой разбирались. Вчера звонил Бурдуев Михаил, начальник газовой службы в поселке Красный. У нее там проблема в вентиляторе принудительного дымоудаления убегших газов. Мы, скорее всего, будем менять его по гарантии. Для этого Евдокии Бобриковой необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в администрацию поселка. Взять, возможно, акт газовой компании, которая обслуживает эти котлы, о каких-то нарушениях в работе котла. Вот и все. Можно предъявить фотографии, значит, где, если ошибка указывает, все прочее. Далее мы пригласим застройщика, напишем претензию, застройщик будет разбираться с этой ситуацией. Вот и все. Вернее, не застройщик, а продавец. Еще один недостаток нового жилья в том, что здесь всего одна входная дверь, которая в холодную погоду промерзает. Дополнительные двери застройщик установит в ближайшее время. Причем по собственной инициативе, так как проектам они не предусмотрены. В ходе эксплуатации, я знаю, что там были проблемы. Не то, что проблемы, значит, в этих квартирах одна дверь металлическая. Она, действительно, не промерзает, но компания-застройщик, значит, у нас есть гарантийное письмо о том, что в ближайшее время этот недостаток устранят, поставят вторые двери. Всего по договорам социального найма жителям были переданы четыре квартиры. В одной из них жильцы намерены поменять газовый котел на собственные средства, так как установленный их не устраивает.